У металлургов ОМК есть такая традиция. За каждым структурным подразделением комбината закрепляется подшефная школа. А за некоторыми не одна. У сороковой лучшими друзьями являются работники второго сортопрокатного цеха. Но помимо начальника этого подразделения Евгения Носова, учеников с первым сентября приезжает поздравить управляющий директор ОМК, депутат Белгородской областной думы Николай Шляхов. Сегодня замечательный день. День знаний и юбилей этой замечательной сороковой школы, 15-летие. Что бы хотелось сказать за этот юбилей. Но за 15 лет, наверное, школа стала одна из лучших не только в городе, она и, наверное, и в Белгородской области, и в России они знают. Очень много выпускников-медалистов, победителей всевозможных конкурсов. Замечательная школа. Поэтому что вот хотел сказать в этот юбилей. Пожелать преподавателям хорошего настроения, ученикам всем хорошего настроения, и чтобы вы еще раз подтвердили, что вы ученики сороковой школы, успехов вам в всевозможных конкурсах и в учебе. Ну а первоклассникам что? Добрый путь вам, успехов вам, ну и хорошего настроения. Спасибо, с праздником всех. Школа сорок – одна из самых крупных в Староскольском городском округе. В этом году ее порог переступили 207 первоклассик. Из них сформированы классы, начиная с первого А и заканчивая первым Ж. Школа может гордиться своими успехами и высоким, конкурентно способным уровнем образования, поддерживать который помогает компания «Металлоинвест». По результатам независимой экспертизы Министерства образования, школа пять лет входит в топ 500 лучших образовательных учреждений России. Занесена на национальный реестр ведущие образовательные учреждения страны. В региональный электронный реестр «Доска почета России» мы благодарим компанию «Металлоинвест», наших шефов, работников Оскольского электрометаллургического комбината и лично Андрея Алексеевича Угарова, Николая Александровича Шляхова, Евгения Николаевича Носова за постоянную помощь и поддержку школы в организации образовательной деятельности наших детей. А лицею номер три, где шефами является цех окомкования и металлизации, во главе с Сергеем Петровым, к первому сентября компания «Металлоинвест» преподнесла подарок на 1 миллион 200 тысяч рублей. Новые окна и двери, чтобы учащимся было уютно и комфортно постигать науки. Но на этом поддержка горно-металлургической компании не ограничивается. А еще сюрприз для вас, членов нашего клуба «Авиатор». Будет произведен ремонт в вашем кабинете. И еще капитально будет отремонтирована лаборатория юных исследователей. Давайте поблагодарим и Андрея Алексеевича, и всех-всех работников ОМК с таким подарком. Счастья вам всем, дорогие! От Оскольских металлургов, учащихся лицею номер 3, с Днем Знаний поздравила Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам ОМК, депутат Старооскольского совета. Сегодня очень необычно начался ваш праздник. Мы все оказались на борту большого лайнера, который вас принесет, доставит в страну знаний. Ребята, впитывайте эти новые знания, впитывайте мудрые советы учителей, родителей, потому что не самые главные экзамены вы сдавать будете в школе. Самые сложные и главные экзамены вы будете сдавать в жизни. И все эти вами полученные знания и советы обязательно помогут их преодолеть. Особые слова, конечно, хочется сказать первоклассникам. Они такие красивые, трогательные, нарядные. И тоже сегодня на борту этого лайнера впервые они зайдут в школы, лицея, который станет для них новым вторым домом, родным домом. Впервые они увидели сегодня своего первого учителя, впервые они найдут своих надежных друзей. И для вас, дорогие наши первоклассники, металлурги тоже приготовили памятные, традиционные сувениры. Подарки от «Металлоинвеста» получили все, без исключения первоклассники Старооскольского городского округа. Сегодня нам 1 сентября подарили очень много подарков. Сейчас я буду распаковывать подарок. 1 сентября для всех юных авиаторов, а именно так называется теперь в лицее номер 3, первый А-класс, день очень важный. Готовятся к нему детки, и их родители начали заранее, и не без приключений. Мы готовились к первому сентября. Как мы готовились к первому сентября? Ну, сперва мы купили рюкзак, но потом мы хотели шить форму, но перешивали ее три раза. Но в последний раз все было хорошо, но возникла одна проблема. Потому что не положили галстук. Это была проблема. Мы поехали перед первым сентября за галстуком. Мы забрали галстук и были практически готовы к первому сентября. Скажи, пожалуйста, а ты боялась сегодня идти в школу или не боялась? Можно я выражусь не из этих вопросов? Хорошо. Коротко. Главное – хорошо учиться, и учиться на пятерке всегда. Удивительно взрослые мысли в этих светлых, умных детских головах. Две подружки-хохотушки – Серафима Курчина и Дарья Колесникова – рады, что попали учиться в один класс, но очень серьезно думают о предстоящем учебном процессе и строят планы на будущее. Да, мы очень рады, что мы попали в один класс. Давно? Ну, мы давно. Да, очень давно. Очень-очень-очень. Скажи, пожалуйста, а где вы познакомились? Мы? На детской площадке. Да, на детской площадке. Для меня 1 сентября праздник, потому что все… Ну, надо учиться, познавать и, конечно же, друзей новых искать. И еще самое главное, чтобы поступить на работу, надо учиться в первом классе еще. У меня 1 сентября праздник, потому что у меня именины, и я люблю учиться, я хочу учиться. Я прямо хотела, чтобы я прямо летом пошла уже в школу. Это было невозможно ждать. Вот такое неистовое желание у первоклашек к получению знаний. Их классная руководительница Ирина Петрова, стаж работы которой в сфере образования 31 год, убеждена, что из таких детей получатся замечательные врачи, металлурги, строители, топ-менеджеры. Это поколение целеустремленной молодежи. Это уже, получается, седьмой набор первых классов. И каждый раз все равно, несмотря на то, что уже такой большой стаж, а все равно волнение. Но в то же время, вот волнение и в то же время радость. Смотрю на эти глаза, смотрю на эти улыбки и понимаю, что с этими ребятами, с новым поколением, нужно свернуть горы. Эти детки – наше будущее. Именно поэтому следует поддерживать их во всем. В учебе, в их положительных фантазиях и желаниях. Пусть собираются в классы авиаторов, пусть мечтают о светлом, пусть жизнь в школе будет радостной и позитивной.